Полно почти прошло полминуты. Почти, да? Всё, полминуты. Так, жопку пониже. Двадцать. Ну, как тебе, Гриш? Нормально. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Колени прямые. Брус! Всё. Доброе утро. Я сейчас уже заложила стирку. Если честно, пока проснулась, пока там Гришка делал мне ката, бил грушу, в общем, мы уже позавтракали давно, и у нас выключили свет. Я прям немножко под это думаю, блин, неужели стирку не удастся заложить. Ну, нет, сейчас его включили, всё отлично. Я заложила стирку и буду готовить и бель. Ещё хотела показать вот такие вот там языки металлические, да, здесь у меня всё для лака. Мы их покупали достаточно давно, но вот эти маленькие не знала, под что приспособить, и приспособила их под ватные диски. Они прям сюда маленькая пачечка, небольшая, она сюда идеально входит. И теперь вот они тоже пригодились. Я не знаю, года три, наверное, они уже туда-сюда, там-то в детских игрушке у них лежали. В общем, сейчас вот под ватные диски. Я тут загружаю посудомойку. То, что не влазит, вернее, ну, то есть банки я там не мою в посудомойке. Вот, я их сейчас вручную помою и буду готовить и грибной супчик. У нас, конечно, изменилось прям очень сильно по сравнению со вчерашним, я имею в виду, днём. Тучки ходят, сегодня вроде бы дождик обещают. И температура, соответственно, сколько там градусов-то? 14, наверное, то есть это не те 25-20, как были вчера. Я уже почистила картошку, добавила сюда воды, соль, перец, все это бы творится. Дальше морковка, лук, чеснок, сами грибочки. По-моему, за 300 рублей ведёрка, я даже не знаю, сколько там по весу. Вот, но они вот такие маленькие. Мне вообще нравятся больше маленькие грибы. Сейчас я их хорошо помою. Вот, я обычно их не чищу. Ну, то есть они здесь не грязные, поэтому просто хорошо мою, прям очень хорошо. А вот эти вот оставлю, приготовлю что-нибудь запечённое в духовке. Мне очень нравятся маленькие, то есть их почти не нужно резать. Ну, я, наверное, всё-таки порежу, потому что дети не особо любят грибы, поэтому не знаю. Не знаю, в общем, сейчас буду смотреть, как будет для себя. Я бы их просто на 4 части, а некоторые даже и на 2, потому что здесь есть вообще такие малюточки. Вот, например, совсем маленькие. Вот, в общем, сейчас буду делать поджарку. Грибы, лук, чеснок, морковка на сливочном масле, немного подсолнечного, немного сливочного, соль, перец. И потом всё это добавлю к картошке и немножечко лапши. Ну, посмотрю по густоте, может быть, не буду лапшу добавлять. И будет вот такой вот вкуснющий, я так надеюсь, супчик. Мы вчера купили кубик-рубик. И я его уже собрал. И Гриша его уже собрал. Точно ты не вытягивал, как папа себе, вытянуть всё? Нет, а тут некоторые просто приклеены на клейки. Ага. Ты смотри, с самого начала, вот видишь, ходы. Угу. Не, ну у тебя же, у тебя оно всё разное, но ходы там одни. Нет, да там надо это, цвета, которые у тебя всё записать. Ага. Туда. Там потом... По ходам складывать, да? Ну да, тут, смотри, можно так проверить, например. А, как QR, ага. А приложение, как оно называется, кубикс? Кубикс. Ага, и потом каждую так сторону, да? Ну да, каждую так сторону. Ну ещё иди сам пробуй. Как они же так как-то... Я же тебе говорю, это кубик-рубик, это даже целая формула. Есть? Нет, так я там еле-еле понял, как... Ну ещё раз пробуй. Опять раскрути его. Знаешь что? Там можно его раскрутить, и там много разных способов. Нет, ну понятно, ну ты смотри, как вот они начинают. Есть на ютюбе, просто я слушала когда-то, что сначала нужно там собрать, например, середину белую, или как? Ну вот белая середина. Нет, ну это шутил. Нет, ну там показывала, смотри. Вот стоит. С чего мы начинаем? Нет, ну я начинал там же с зелёного. Сначала зелёный появился, а потом вот это, вот это и всё остальное. Ну круто. Ну ещё иди пробуй. Пойдут другие способы. Давай. Так, супчик готов. Я уже очень рада, хочется кушать, очень вкусно пахнет. Даже Гришка сказал, что ему нравится запах, так что он будет есть. Хочу сейчас заварить чай, но чайник с третьего раза закипает, из-за того, что нужно уже накипь снимать. Вот, надо сегодня купить лимонную кислоту и всё это сделать. Слушайте, как он моргает. На самом деле он вообще не моргает. Вот частота другая просто. И на телефоне всё моргает. И вот опять выключился, но ещё не закипел, поэтому ещё раз включаю. Икея моя любимая. Чайник мне очень нравится. Вот нам как раз на день хватает этого чайника заваренного. Григория привезла в школу. Всё, давай, сын, у меня кубик. Ты с кубиком, рубиком. Ну давай. Ну покажи приложение Кубикс. Ой. Да, только не разбей его. Кубикс. Всё, давай, зайчик, люблю тебя. Всё, позвонишь, хорошо? Ну у нас музыкалка, если что, знаешь что. Но если вдруг дождь, тогда звони, я же приеду, жди тогда в школе, ладно? Ну я тогда сразу, если дождь, я сразу в школе остаюсь, я даже звонить не буду. Нет, ну ты всё равно позвони, ну что, уроки закрылся. Так, с садика забираем сегодня всех. И Афоньку сейчас поедет подстригаться. Афонька. Давай, котик. Антош, иди сюда. На, шапку одевай. Так, девочки, тишина. Сейчас Гришу возьмём, будем подстригаться. Антона оставили уже? Да, там он. Вон наш Гришка, да? Можно уже переходить, да? Так, ну что, мы подстригаться, Григорий. И ты тоже, не только мы. Понял? Идем, ждём. Так, всё, мы все дома. Мальчиков я всех привезла, подстригла Афоньку и Григория. А Антон уже вперёд подстригался, когда мы были в Кореновке, да? У него как раз же была фотосессия, папа заезжал, его подстригал. Только, а чё ты там сидели на диване и всё? Да? Всё, просто на диване. О, папа приехал. Да, папа? Да. Папа. Всё, мы будем ужинать уже. Я взяла, обобрала мясо вот на утках, которые у нас было две утки позавчера, получается. Нет, у нас не мясные утки. Не мясные утки. В общем, с луком, с морковкой, с болгарским перцем, с соевым соусом. Всё как будто фунчоза, только без фунчозы, в общем. Это обжарила, кашу подогрела, зелёный лук и редиска уже очень вкусная. А я тут начала делать цветы и вспомнила, что вы тоже просили, чтобы я показала, как я их делаю. Вот розовенькие уже закончила. Начала вот такие вот синенькие. Сейчас покажу, как делать и вот такие вот большие цветочки, и поменьше, и совсем вот малюточки. Так, что нам для этого нужно? Влажное полотенце, в которое мы кладём мешок с айсингом. Насадка у меня, сейчас покажу какая. Вот такая вот дуга. Вот, то есть сбоку она вот такая вот дуга. Не знаю, эту насадку... Насадка мне досталась от родни, поэтому какой-то номер, я не знаю, смотрите по виду. В общем, показываю со всех сторон. Здесь небольшая вмятинка, ну, для того, чтобы она могла... Ну, то есть, да, чтобы был вот такой полукруг. Айсинг не очень много в мешке для того, чтобы было его удобно вот так вот сверху держать. То есть не нужно накладывать самый огромный мешок, потом будет его неудобно держать. Также много-много нарезанного пергамента. Это берите прям против антипригарный, потому что от него потом очень хорошо отстают все цветочки. Вот, например, розочки я делала пораньше. Так, вот если антипригарный, да, то вот очень легко все отделяется. А начинала я делать всю эту красоту не антипригарным, не на антипригарной бумаге. И очень плохо отставали цветочки. Надо было прям их отдирать. Так, еще нужен гвоздик, но так как у меня гвоздика нет, у меня деталька от игрушки. И влажное полотенце обязательно, чтобы вытирать насадку, вытирать гвоздик, вытирать, может быть, ну, все, что, в общем, нужно вытирать. Чистое влажное полотенце заборачивать. Кстати, если вы куда-то пошли, отлучились насадку для того, чтобы она не застыла. Вот, и начинаем. Берем гвоздик, немножко добавляем совсем капельку айсинга. Кладем сверху пергамент. И начинаем делать цветочек. От серединки тянем. То есть, вот, надавили немного. Тянем. Отпустили. Дальше проворачиваем. Следующий лепесток надавили немного. Отпустили. Еще один. Вот этот цветочек получился на 4 лепестка. Все, естественно, может быть разное. Все как получается. То есть, если сделать его немножечко больше, то сейчас будет 5 лепестков. Потому что в природе, как вы понимаете, цветов одинаковых тоже нет. То есть, делаем немножечко больше. Здесь все решает опыт. То есть, как-то... То есть, если мы просто посмотрим в интернете, да, то мы можем даже сразу не понять. Только лишь опытным путем, да, когда начать делать. Начнем делать. Только тогда понятно, как держать удобно именно вам. Как держать именно мешок удобно именно вам. Так, делаем немножечко поменьше. Вот сейчас я вытираю насадку. Ставлю прям насадку на гвоздик. Немножечко проворачиваю. Чуть-чуть совсем убираю. Получился вот такой маленький лепесточек с закруглением. Опять рядышком ставлю. То есть, центр к центру, да. Также ставлю. Проворачиваю немножечко. Убираю. Вот так сейчас мы будем делать пять лепестков. Ставлю рядышком. Это вот такой вот уже получился цветочек. С такими загнутыми, да, подвернутыми лепесточками. Пять лепесточков. Можно три делать. Можно четыре, да. То есть, как вообще форма позволяет. Далее. Айсинг должен быть густой. Очень густой. Я вот сразу не показала консистенцию айсинга. Но он очень густой. То есть, прям сахарную пудру мы не жалеем. Замешиваем до такого состояния, когда он уже начнет собираться в комок. И его достаточно трудно будет мешать. Так, ставим, делаем сейчас маленькие цветы. На три можно, да, лепестка больших. Ставим немножечко, продавливаем. Как бы размазываем, да, немножечко опять ставим. Немножечко размазываем. И потом сверху мы дорисовываем желтым айсингом серединки. Сейчас я покажу, как это. Я думаю, вы понимаете, что здесь просто густой желтый айсинг. Небольшое отверстие, просто прям совсем мизерное. И им я просто ставлю точечки в серединку. Сейчас я вытру кончик. И вот сюда вот. Просто ставим точечку. Сюда, соответственно, тоже. Большие цветы я ставлю как бы несколько, там 4-5 точечек. Ну, на мой взгляд, это более лучше смотрится. Вот, в общем, вот в таком духе замесили айсинг и прям начали делать цветы. Если у вас есть такое желание, розу делаю немножечко другой насадкой. Потом покажу, как дойду до роз. Буду показывать позже. Смотри, сердечко. Что сердечко у нас? Ура, мама, сердечко. Идите, побегайте немножечко и поедем скоро за Гришей. Хорошо? Ну, а то он меня ударил. Ну, иди мирись с ним. А что ж, вы так играли, что он тебя туда ударил? Бегите, я сейчас цветочки доделаю и поедем. Хорошо? Да. Мам, а тропингу надо забирать? Ну, папа же его уже забрал и отвез же домой. Я думаю, к нам. Дом, 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 дом. Так, бегите. Бегуны мои. Иди тоже перчатки одевай, где твои перчатки. А нахаю. Не знаю? Мы заходим. Дождь лупит вообще. Вечером, в общем-то, начался дождик. Марсик тоже забежал. Это папа проверял? Не помню, что он. А, он эту же докрашивал там в одном месте. Ну, саму эту. Ну, короче, не важно. Буква F. Видишь, что в длинном? Угу. Да. Family. Family. Family семья, да? Нет, Марсика не запускайте. Его надо купать, чтобы в комнату. Видишь, какой он грязный.